Пенсия – не повод сидеть дома. Этот девиз губернаторского проекта «Активное долголетие» как нельзя лучше характеризует то, что происходило в воскресенье в городском парке, а именно фестиваль скандинавской ходьбы. Более 250 участников команды из 10 городов Подмосковья собрались, чтобы дружно в кругу единомышленников укрепить здоровье и получить заряд бодрости. Вообще мероприятия, связанные с «Активным долголетием», сейчас в Подмосковье проводятся на регулярной основе. То есть Щелковский район, город Щелково, благодаря работе администрации является одним из лидеров, потому что эти мероприятия в Щелковском районе проходят, наверное, чаще, чем где-либо. Из соседней Черноголовки на фестиваль приехала команда из 14 человек вместе с тренером. В клубе скандинавской ходьбы дамы занимаются около года и признаются, что не только сдружились, но и действительно ушли от некоторых заболеваний. У кого суставы, возрастные, у кого давление, у кого что, очень помогает. Общее состояние гораздо лучше становится, бодрее, веселее. Как все говорят, утром с постели еле сползешь, ходишь на занятия, домой уже веселый, идешь довольный, бодрый. Собственно, фестивалю предшествовала специальная разминка с палками, зажигательное выступление фольклорного коллектива «Сударушка», тоже в каком-то роде разминка, и приветствие почетных гостей. Разрешите мне от имени муниципалитета Четовского городского округа от Совета депутатов и администрации поздравить вас с желанием быть здоровыми. Желаю вам всем здоровья, бодрости духа, сильного характера и всегда хорошего настроения. Всех женщин с Днем Матери. Сегодня победит каждый из вас, потому что каждый вышел на эту тропу. Здоровья! И вот дан старт. Общий, хотя дистанции разные. Каждый участник выбирал по своим силам и возможностям. На дорожках городского парка работали волонтеры из молодежного центра «Навигатор», которые и сами заряжались энергией от старшего поколения. И бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Когда несколько лет назад на улицах только появились первые занимающиеся скандинавской ходьбой, многие окружающие не понимали, что это за люди странные, с палками на безлыж и что им дает это увлечение. А все достаточно просто. Четырехопорное движение, в котором задействованы руки, заставляет работать больше мышц и больше насыщает их кислородом. Идея ходьбы с палками – это естественное биомеханическое движение с специально разработанными палками. Идея, чтобы как можно больше кислорода попало в организм. Просто ходьба с палками позволяет до 64% попасть кислороду в организм больше, нежели когда мы идем просто пешком. И, наверное, горячий чай с плюшками на слегка морозном свежем воздухе тоже гораздо вкуснее, чем дома у телевизора. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.